Здравствуйте, друзья! Экономика, не подконтрольная Украине, части Донбасса, продолжает постепенно и предсказуемо разрушаться, как об этом и предупреждали. Я уже не раз в этом блоге рассказывал о тяжелейшей ситуации, которая сложилась в угольной отрасли. Там освободители Донбасса устроили просто настоящий погром, были уничтожены десятки шахт. И тут важно подчеркнуть, что именно не закрыты, а уничтожены, потому что шахты закрывают в том числе в цивилизованных странах, а в Ордло их просто уничтожают. То есть там шахты были закрыты, затоплены, разграблены, заброшены и экологические последствия вот этого варварского уничтожения шахт до сих пор невозможно предсказать. Но они наверняка будут очень тяжелыми. Но если в угольной отрасли ситуация на Донбассе традиционно была кризисной еще со времен позднего СССР, то, например, в металлургии ситуация была до войны очень-очень неплохой. Металлургия была основой украинского экспорта. Это была очень рентабельная отрасль. Это была отрасль, которая была основным источником валютной выручки для Украины. Продукция металлургических предприятий пользовалась спросом на мировых рынках и, соответственно, украинская экономика во многом держалась за счет как раз экспорта металла. Но профессиональные новороссы, переносчики русского мира и борцы с фашизмом умудрились довести до ручки даже эту сверх рентабельную в недавнем прошлом отрасль. Как вы знаете, после провозглашения народных республик металлургические предприятия, захваченные боевиками, почему-то достались не народу, а бывшему украинскому олигарху Сергею Курченко. Наверное, это тоже знатный борец с бандеровцами. Хотя, если быть точным, достались они даже не ему, а тем, кто за ним стоит. И с этого момента начался просто абсолютно варварский грабеж этих предприятий. То есть, на этих заводах регулярно происходят какие-то аварии, портится оборудование, о чем я тоже уже ранее рассказывал. И эти предприятия совершенно не обновляются. То есть, они требуют реконструкции и до войны, даже при Украине, хотя в Украине не все было в порядке с экономикой, эти предприятия как-то все-таки реконструировались, в них вкладывались какие-то инвестиции. Сейчас же они просто постепенно изнашиваются, вырабатывают свой ресурс и на них не бывает ни реконструкции, ни закупки нового оборудования. А зарплаты людям теперь выплачиваются с большой задержкой. Достаточно сказать, что на предприятиях подконтрольных Курченко, на вот этих славных в недавнем прошлом металлургических заводах, до сих пор не выплачена зарплата людям за май в полном объеме. То есть, можете себе представить, уже осень, вот через неделю, можно сказать, да, а с людьми еще полностью не рассчитались за весну. То есть, вот настолько тяжелая ситуация в металлургии, в некогда успешной металлургии. И терпение людей все-таки лопнуло. То есть, люди терпели, они ждали, ждали, они ждали, что с ними рассчитаются, что будут какие-то выплаты, но не выдержали. И вот буквально на днях пришли новости о том, что люди просто отказываются работать. Люди в Алчевске, на Алчевском металлургическом комбинате, люди в Донецке, на Донецком металлургическом заводе, в Макеевке, просто, ну, скажем так, подняли бунт. Отказываются работать до тех пор, пока с ними не рассчитаются и пишут письма, в которых излагают свою позицию. Эти письма публикуются в сети, вот мы можем их сейчас зачитать. Вот, например, письмо сотрудников Коксового цеха Алчевского металлургического комбината. Коллективное обращение. В связи с тем, что мы и наши семьи не имеем средств к существованию, то есть заработная плата не выдается в полном объеме, а именно долг. Май 19%, то есть думайте, за май только 80% зарплаты выплачено. Июнь 100%, июль 100%, то есть за летние месяцы людям не заплатили, уже заканчивается лето, а они ничего не получили. Мы доведены до крайности, пишут сотрудники Алчевского медкомбината. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме. В противном случае мы будем вынуждены остановить производство Коксового цеха номер 2, 23.08.20 до выполнения вышеуказанных требований. Просим письменно уведомить о дате выплаты зарплаты, чтобы мы могли в день получения письменного уведомления завершить приостановленные работы и продолжить работу в день выплаты заработной платы. Руководство цеха поставлено в известность, и дальше вы видите подписи этих доведенных до отчаяния переносчиками русского мира рабочих металлургического комбината. И это не какая-то уникальная ситуация, которая сложилась на одном отдельно взятом заводе, а такая ситуация сложилась на всех заводах, подконтрольных тому самому Сергею Курченко. Вот, например, письмо, которое также написали на днях рабочие Донецкого металлургического завода. Мы 21.08.2020 обратились к руководству управляющей компании ЗАО Внешторгсервис с требованием незамедлительной выплаты заработной платы работникам предприятия за май месяц 2020 года и предоставление реального графика погашения задолженности по зарплате за июнь-июль 2020 года. То есть тоже, видите, 21.08.2020 еще не выплачена зарплата за май. Обстановка на предприятии накалена до предела. Недовольство в коллективе усиливается. Ситуация усугубляется тем, что много семей, где оба члена работают на ДМЗ, имеют несовершеннолетних детей. Недопустимо, чтобы они голодали. То есть уже видите, как вопрос стоит, в буквальном смысле могут начать голодать дети. Многие работники предприятия из-за задержки выплат зарплаты не имеют средств на проезд к месту работы. Люди в отчаянии. Терпению трудящихся приходит конец. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации филиала номер один Донецкий металлургический завод, закрытого акционерного общества Внешторгсервис, неоднократно обращались к руководству Внешторгсервис. Однако вопрос до настоящего времени не решен. Ну, естественно, не решен. Что ж тут удивительного? Руководству Внешторгсервис, то есть Курченко, нужна бесплатная и бесправная рабочая сила. При невыплате заработной платы в ближайшие 2-3 дня вся ответственность за возможность происшедшего на предприятии полностью ляжет на управляющую компанию, пишут сотрудники ДМЗ. Из этих обращений совершенно очевидно, что металлурги Донбасса сегодня поставлены профессиональными новороссами в совершенно унизительное положение и буквально вынуждены вымаливать у бандитов свои честно заработанные зарплаты. И эта ситуация, она же на самом деле наглядно показывает всю суть происходящего на Донбассе, а также поясняет, зачем были вообще нужны ДНР и ЛНР. Ведь смотрите, что происходит. Есть две реальности. Одна виртуальная фейковая реальность пропагандистов, которые вопят про карателей, фашистов, вопят про хунту, которая хочет уничтожить Донбасс, рассказывают страшилки про концлагеря для русскоговорящих людей. И вот эта фейковая реальность, она нужна для того, чтобы прикрыть как ширма объективную реальность. А объективная реальность состоит в том, что на вот этой захваченной, оккупированной у Украины территории население абсолютно бесправно. То есть Россия просто эксплуатирует этих людей, Россия захватила эти украинские заводы, вытягивает с них последние ресурсы, а жители Донбасса используют просто как бесплатную и бесправную рабочую силу. Просто над людьми издеваются, заставляют их производить какую-то дешевую продукцию, которая потом вывозится в Россию. То есть просто-напросто Донбасс сегодня превращен в колонию России. Ну или в колонию Курченко, то есть каких-то отдельных представителей России. Это не суть важно. Суть в том, что эта территория, она эксплуатируется по колониальному принципу, а люди там проживающие это рабы. И вот эти сказки про фашистов, карателей, бандератцев, они нужны просто для того, чтобы людей запугать и как-то смотивировать их ходить и бесплатно вкалывать на этих украденных у Украины предприятий. То есть чтобы человек эффективнее ковал капиталы Курченко, ему нужно рассказать, что если он не будет этого делать, придут фашисты, его повесят, а его детей запрут в какой-нибудь концлагерь для русскоязычных людей. Вот это вот суть того, что сейчас там происходит. И поэтому, друзья, очень важно поделиться этим видео, максимально эту информацию распространить. Почему это важно? Потому что как можно больше людей должно знать, что бывает на самом деле, когда куда-то приходит русский мир, когда куда-то приходит Россия и начинает кого-то спасать от фашизма и защищать чьи-то права. Эта информация сейчас актуальна не только для наших граждан в Украине, она актуальна, например, для белорусов. Туда русский мир тоже точит зубы, как я посмотрю. И вот нужно, чтобы просто белорусы знали, как на самом деле живут люди там, где их Россия освободила от страшного фашистского иго. Поэтому, друзья, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Нужно, чтобы было как можно больше нас, чтобы такая информация расходилась как можно шире. А если вам нравится то, что я делаю, вы считаете полезной мою работу, вы всегда можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые видите в описании к этому видео.